Всем привет! Захотел сделать видео о том, сколько накапливают в себе энергии конденсаторы. Такие вот 700 фарад, 2,5 вольта. Решил замерить это зарядкой. Сейчас мы зарядим их до 14,4 вольт. Я вот уже подзарядил их до 9 вольт. И сейчас зарядим до 14,4. Посмотрим, сколько они возьмут. И потом разрядим до 10,8 вольта. А затем до 0,9 вольта разрядим. Посмотрим, сколько в них вообще, в принципе, энергии. Так ли это, как пишут на них. Я, в принципе, уже пересчитал. 700 фарад. Здесь 6 штук последовательно соединенных. Это по формуле 116 фарад где-то у них последовательно соединенных. Ну, это около 250-300 мАч. По ёмкости, если переводить ёмкость аккумуляторную. Сейчас проверим. Ну да. Сейчас ток начнёт снижаться. Напряжение достигло 14,4 В, постепенно будет снижаться ток. Я выставил 1% от 6 А, это 60 мА ток завершения будет. Я думаю около 100 мА они в этом диапазоне напряжений должны взять. Продолжение следует... Зарядка закончена. 98 мАч, сейчас разрядим током 10 А. Теперь посмотрим, сколько отдаст. Вот напряжение падает и ток снижается тоже. Большая часть их заряда находится как раз таки от 0 до 10,8 В, на которых мы разряжаем. Ну вот отдал 59 мАч. Сейчас разрядим до 0,9 В. Посмотрим, сколько в этом диапазоне у него энергии. Поехали. 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 Продолжение следует... Примерно ёмкость соответствует ихний. Но ихняя проблема в том, что у них другая кривая зависимость, напряжение. Короче, во всём диапазоне у них располагается, так скажем, заряд. Не так, как у аккумуляторных батарей. У них есть определённая полочка, где основной заряд отдаётся. А у них во всём диапазоне напряжений. В этом их проблема. Посмотрим. Следующий тест уже будет на автомобиле. Посмотрим, смогут ли они завести двигатель. Чувствую я, что вряд ли, конечно, но попробовать стоит. Всем пока. Подписываемся. До новых видео. Продолжение следует... Продолжение следует...